здравствуйте это вторая лекция цикла новый голливуд где мы рассказываем о том удивительном явлении которое случилось в середине 60-х годов по конец 70-х годов и в итоге изменила не только американский кинематограф но и вообще весь мировой кинематограф сегодня я расскажу про фильм беспечный ездок дениса хоппера и питера фонды который наряду с бонни и клайдом является важнейшим фильмом нового голливуда его в какой-то степени основоположником или родоначальником новый голливуд это такое явление связанные с изгоями страстными изгоями которые мечтали создать новый кинематограф вдохновляясь идеями французской новой волны и всего того самого смелого что делалось в европе и что с завистью смотрели в америке и это конечно чаще всего второй шанс для людей которые делают такое кино денис хоппер режиссер беспечного ездока вообще-то начал свою кинокарьеру в середине 50-х годов он снимался вместе с джеймсом дином которого безумно любил и джеймс дин навсегда для него остался идеалом актера и человека над этим даже посмеивались иногда когда хотели чтобы он от какой-то идеи отказался и мы говорили джимми бы это не понравилось и он говорил да 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 все все я не буду это делать человек который по идее должен был быть к концу 60-х годов обеспеченный ездок вышел в 69 году он должен был быть суперзвездой но этого не произошло потому что денис хоппер вел себя как панк хиппи наркоман и алкоголик но по большому счету он всему этому вполне соответствовал он сам разрушил целенаправленно и свои браки многочисленные и свою карьеру с ним никто не хотел работать вообще и для него идея снять свой собственный авторский фильм да еще и так как он сам хотел была конечно невероятно соблазнительная то же самое можно сказать о питере фонде который представитель большой актерской династии но при этом было понятно что он не хочет идти по стопам своего великого отца а хочет делать какое-то новое кино в духе времени тем более что сам он был абсолютно дитя этого времени тоже такой бон виван не чарающийся наркотиков выпивки женщин и конечно ему хотелось все это перенести на экран и вот в какой-то момент питеру фонде попался на глаза сценарий про двух байкеров которые едут в неизвестном направлении и балуются наркотиками и у них есть некоторая сумма денег которые им нужно сохранить добытая не совсем честным путем в общем-то по большому счету кроме этого ничего не было кто-то однажды говорил что сценарий весь сценарий беспечного ездока включал себя только два имени главных героя от одного звали билли в честь билики до знаменитого преступника эпохи дикого запада а другого звали вает и он был на байке раскрашенным цвета капитана америки и был была еще сцена где главные герои в состоянии наркотического опьянения видели разного рода галлюцинации кроме этого в сценарии изначально не было ничего и создатели этого фильма вполне это устраивало потому что они знали что во франции режиссеры новой волны часто снимают фильма где сценарий пишется прямо на площадке где все диалоги это предмет импровизации а сам фильм рождается потом на монтажном столе и оказывается что это как раз то событие которое всем нужно это их очень вдохновляло и они решили что они снимут такой фильм и он будет снят практически за копейки и станет конечно же событием но нужно сказать что для американских исследователей вообще для голливуда самое главное является именно вот это вот да сколько фильм стоил и сколько он собрал и обычно они разговор обеспеченном ездоке начинают именно с этого фильм который стоил чуть больше 300 тысяч долларов собрал 19 миллионов долларов идеальное решение идеальное вложение и идеальный пример для будущих кинематографистов для нас это имеет меньшее значение потому что кассовые сборы уходят остается память а мы сегодня об этом фильме вспоминаем не потому сколько он собрал а потому что он стал фильмом феноменом фильм фильмом общественным явлением некоторые считают что это потому что он был о байкерах это не так дело в том что питер фонда зацепился за этот фильм потому что сам он к этому моменту снялся уже в нескольких байкерских фильмах которые не имели прям совсем уж широкого успеха но некоторые были довольно популярны как например дикие ангелы которых он сыграл главную роль вместе с бюсом дерман и ему хотелось снять не просто фильм о байкерах ему хотелось снять фильм о людях его времени о людях которые отрастили длинные волосы какие были у него и у хоппера о людях которые употребляют наркотики не стесняются этого о людях которые не желают ничего слышать о войне во вьетнаме и нужно сказать что этот фильм часто использовался именно как аргумент в спорах о вьетнаме как антивоенный документ своего рода как разговор о поколении которому неинтересно все то чем занимается американский эстеблишмент их времени хотелось снять фильм о свободе причем если бонни и клайд был фильмом о свободе все-таки помещенной в 30-е годы то здесь был фильм о свободе в наше время ну то есть 60-е годы именно об этих людях о людях которые как вот эти байкеры которые встречают хиппи на своем пути которые встречают агрессию и это тоже было очень важно для того времени то есть человек который выбирал свободу который отращивал волосы который начинал носить косуху начинал кататься на байке употреблять легкие а иногда и даже тяжелые наркотики этот человек неизбежно сталкивался с неприятием общества причем не только в виде полиции например а и виде обычных граждан которым не нравилось что какие-то хиппари появляются в их округе что они не желают подчиняться никаким законам писаным и неписаным и что эти люди по всей видимости представляют собой и настоящее и будущее а сами обыватели которые придерживаются традиционной системы ценности остались уже по умолчанию в далеком прошлом и вот этот конфликт поколений и конфликт мировоззрений пост ценностных установок как раз и должен был передать беспечный ездок очень хорошо что дэнис хоппер и питер фонда отказались от построения традиционного сценария как истории о том как двое парней получили криминальным путем некий финансовый бонус и как они пытаются с этим бонусом куда-то пробиться как-то реализоваться что они в конечном итоге попадают в те или иные обстоятельства и потом эти обстоятельства их выруливают к кульминации и кто или иной развязки как раз беспечный ездок отличает какой-то степени бессюжетность потому что самое главное в нем это вот эти моменты когда два главных героя на своих гигантских мотоциклах катят через всю америку по сути неважно встретит они кого-то или нет по сути неважно реально ли не то что с ними происходит и там на уровне монтажа зафиксирована вот эта легкая и реальность происходящего потому что герои курят марихуану и кстати на съемках курилась настоящая марихуана и более того питер фонда очень гордился тем что он вел в американский кимат кинематограф кокаин это конечно не значит что актеры на площадке употребляли настоящий кокаин вместо него использовалась сахарная пудра но просто до этого вообще кокаин в америке был явлением таким элитарным и довольно дорогим его как таковой поп-культуре не было беспечном ездоке кокаин показан как некое необходимое и вполне распространенное явление и питер фонда потом утверждал что благодаря этой картине кокаин стал общеупотребимом в америке наверное это не самое главное в том что касается фильма но вот именно это ощущение свободы который достигается в том числе и за счет наркотиков это конечно было для авторов фильма очень важным известно что на площадке царилась совершенно катастрофическая атмосфера для фильма и странно что он вообще получился потому что дэнис хоппер регулярно устраивал скандалы доходящие до драк периодически уходил в запои срывал графики было понятно что ни одна студия не хочет иметь дело с этим фильмом и возможно он никогда не выйдет в прокат очень часто было ощущение что дэниса хоппера просто сменят в режиссерском кресле и на его место станет кто-то еще может быть это будет питер фонда может быть какой-то другой актер кроме того было не совсем ясно что же будет происходить с персонажами потому что время шло а четкой внятной истории для фильма не вырисовывалась сейчас мы понимаем что это для фильма хорошо тогда многим казалось что это будет провал фильм у которого нет внятного сюжета обречен на провал тем не менее именно вот эта легкая бессюжетность в итоге послужила фильма на пользу так вот главные герои ехали по америке им нужно было ну просто для того чтобы был хоть какой-то стимул куда-то ехать они должны были попасть на такой карнавал который называется мордигра и кстати говоря это были первые сцены фильма которые были сняты вот как раз на этом карнавале и эти байкеры везут с собой сумму денег полученную нечестным путем они встречают на своем пути адвоката который тоже решил вести хипарский образ жизни этого адвоката играют джек николсон на тот момент это был актер с уже небольшим шлейфом ролей но пока еще мало известный а вот за обеспеченного ездока он получил свою первую номинацию на оскар и по сути и стал звездой и более того пожалуй среди всех людей которые принимали участие в этом фильме именно карьеру джека николсона этот фильм стимулировал наилучшим образом так вот главные герои встречают адвоката который играет джек николсон и это персонаж второго плана потому что его вскоре убивают и дальше они едут опять без него по сути фильме больше ничего не происходит но каково же было изумление боссов universal когда на первых тестовых показах фильма оказалось что люди не просто смотрят этот фильм а что они начинают аплодировать что они аплодируют стоя и что везде где фильм появляется он встречает самый бурный прием сначала у тех самых людей про которых он рассказывает то есть у байкеров у хиппи говорят что кинотеатры даже боялись пускать людей на показы потому что публика была очень разношерстная а потом постепенно подтягивались и все остальные люди и оказалось что фильм о субкультуре задумывающийся как фильм о субкультуре где главные герои представители субкультуры на самом деле представляет собой гимн всего поколения 60-х в этот момент студии серьезно задумались более того этот фильм был принят еще и в европе как я уже говорил этот фильм был вдохновлен французской новой волной и даже на уровне монтажа когда его денис хоппер склеивал он его клеил как режиссер новой волны с неожиданными стыками с как будто бы с браком но на самом деле браком задуманным с бликами которые обычно всегда шли в корзину а он эти блики вставлял фильм намеренно то есть все это была абсолютная авторская свобода которая была заимствана из французской новой волны так вот этот фильм будучи привезен во францию на каннский кинофестиваль был не только признан но и получил даже в каннах приз за лучший дебют это тоже было событие которое окрыляюще подействовало и на создатели этого фильма ну например денис хоппер после этого ушел страшный запой от радости конечно же голливудские студии которые поняли что этот продукт будет востребован не только в америке но и за рубежом потому что мировой прокат для голливудских студий является конечно первостепенным практически ни один крупный фильм только на территории америки окупиться не может он должен становиться явлением мирового масштаба стало понятно что авторы нового голливуда это люди которые востребованы конвертируемые за границей и что такие фильмы нужно производить и выпускать дальше после того как вышли бонни и клайд и беспечный ездок началась та самая волна нового голливуда который мы будем говорить уже в следующих лекциях и третье будет посвящена одному из важнейших режиссеров нового голливуда который продолжает свою деятельность вполне успешно и поныне мартину скорсезе и его самым выдающимся фильмом злые улицы таксист и бешеный бык